Сегодняшняя наша беседа, она посвящена советскому писателю Борису Михайловичу Петрову. Ну, считает, что Петров популярная фамилия, не знаю, у меня мало знакомых Петровых, еще меньше Ивановых, а Кузнецовых больше. Но, тем не менее, вот этот человек с такой простой русской фамилией Борис Михайлович Петров жил одно время в этом доме. И для тульского краеведения его открыл работник Тульского краеведческого музея в свое время, Евгений Маркович Полузов. Он рассказывал, что он много читал всевозможных публикаций на тему охоты, природы, и вот ему попадались заметки, статьи, вот за подписью Евгения Петрова, вдруг в какой-то момент он узнал, что этот человек имеет тульские корни и долгое время жил в Туле. Евгений Маркович с ним списался и, в общем-то, успел даже познакомиться, и результатом чего было то, что и сам Борис Петров передал какие-то свои книги на хранение в Тулу. И успели при его жизни еще издать вот такую маленькую книжечку. Она красиво называется «Полустрочки из личного дела». Здесь как раз воспоминания о тульском периоде жизни этого писателя. В этом доме семья Бориса Петрова поселилась в 1938 году. Причиной послужил вообще до этого они жили на улице Свободы. И как он сам достаточно иронично пишет, что мы жили на свободе, Свобода с большой буквы, с прописной. А потом мы перестали жить на свободе. Причиной послужило то, что, как он рассказывает, он был еще маленьким мальчиком, ездил на дачи от детского сада. Тогда был такой обычай, как вы, может, знаете из фильмов. И летом дети выезжали на дачи детсадовские. Вот он приезжает с дачи. И видит, что доме все перевернуто ввергном. Это приходили работники НКВД доблестные, отца арестовали. Отец в то время работал главным технологом на оружейном заводе. Причем на оружейном заводе он был уже достаточно опытным. Он пошел работать на оружейном заводе 15 лет, потому что надо было кормить семью. И вот дослужился до такого высокого поста. Может быть, сам он не пишет в своих воспоминаниях. Но давайте предположим, что причиной могло послужить то, что в 1926 году он ездил в Англию изучать производство пулеметов. Вот так получилось, что отца арестовали, семью из дома выбросили на улицу. И их приютила сестра мамы, которая жила вот как раз в этом доме. И, естественно, он описывает. Он писал свои воспоминания уже достаточно через много лет. И ему самому было интересно покопаться в памяти и вспомнить, как здесь все было. Вот этот дом, по его словам, был каменно-деревянным. На первом этаже жили они. На втором этаже были комнаты барачного типа. И там жили многочисленные жильцы, каждый в своей комнате. И потом он узнал, что весь этот дом до революции принадлежал им. Ну, соответственно, после 1917 года их потеснили. Но первый этаж еще остался за этой сестрой. Как все выглядело? Вот он вспоминает, что если выходишь из дома, налево... Во-первых, он говорит, что это был Казанский переулок. Ну, он и сейчас Казанский переулок. Но для него это было удивительно, потому что Казанская церковь, он уже здесь не застал. Казанская церковь в этот момент была снесена. И он вспоминает, что если выходишь из дома, поворачиваешь налево, там было еще два домика. Здесь у них еще было двое соседей. Домики были окружены яблоневыми садами и зарослями малины. Упиралось все в железные ворота. Это был так называемый тыловой вход в здание оружейного завода. Здесь, напротив, уже было здание ФЗУ, соответственно. Но оно выглядело не таким, как сейчас, потому что Петров вспоминает о нем как о серой стене без окон, без дверей, похожей на тюремную. Ну, сейчас нам сложно это представить, но, наверное, так и было когда-то. И он вспоминает, что вот в этом проулочке они детьми очень любили играть в футбол маленькими. И играли очень незабвенно, весело. Он говорит, что когда он через много-много лет приехал в Тулу и заехал сюда, в эти родные места для него, на автомобиле «Волга», то «Волга» здесь не смогла развернуться. И в то же время с удивлением говорит, что «А мы-то пасовали с края на край, на этом маленьком пятачке». Еще одна интересная деталь. Если налево, мы сказали, были соседи тыловая ворота и глухая стена ФЗУ, то направо улица Металлистов, и на этой улице Металлистов стояло маленькое двухэтажное здание, в которое он ходил в начальную школу. Здесь, на улице Металлистов, была еще начальная школа, начальная, я так понимаю, что до третьего класса. Вот там он, это была та школа, в которую он пошел впервые в первый класс. В советское время, когда он закончил школу, у него тоже была интересная судьба достаточно. Он успел, ну, он был призван в армию, успел даже поучаствовать в венгерских событиях 56-го года. Ну, и можно представить, что тогда выполнена его доля, если ему был присвоен статус, наверное, так правильно, статус ветерана Великой Отечественной войны. После этого он долго искал, где бы ему, ну, куда он потом поедет жить, и в итоге он оказался на родине Григория Распутина, как ни странно, село Покровское, по-моему, на родине Григория Распутина, причем, ну, работал учителем, и причем эта школа располагалась именно вот в том здании, где этот Григорий Распутин когда-то жил, где был его дом. Вот эта книжечка была выпущена в 2006 году. Борис Михайлович умер в 2011, он два месяца не дожил до своего 80-летия. Вот такой замечательный человек жил на этой улице. Продолжение следует... Продолжение следует...